О том, что такое жизнь в общежитии, многие знают не понаслышке. Как и много лет назад, для приезжающих из других городов и районов ребят, проживание в студенческих общагах сильно облегчает существование. В рамках всероссийской молодежной программы «Зачет», которая создана для выявления фактов незаконного проживания в студенческих общежитиях, а также проблем, связанных со стипендиями, повышением цен на обучение и питание, в студенческих столовых активисты движения «Молодая гвардия» Щелковского района провели проверку общежития Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий. В данном общежитии не то что проблем, никаких нареканий у проверяющих по их словам не возникло. На сегодня мы не выявили абсолютно никаких проблем, нам все понравилось. И стоит признаться, что я бы сам был не прочь жить в таком общежитии, так как сам являюсь студентом. Общежитие колледжа рассчитано на 220 мест. В данный момент проживает здесь чуть более 200 человек. Многие приехали издалека, как, например, Павел Филиппов, молодой человек родом из Пензы. Близкое расположение колледжа и общежития решило сразу несколько проблем и внесло в жизнь студента массу позитива. Общежитие, на самом деле, я его очень люблю. Я являюсь председателем студенческого совета. То есть мы отдаем душу, вкладываем душу в работу общежития. То есть мы тут не скучаем, у нас каждый вечер проводятся мероприятия, ребятам очень нравится. Вообще мы такая большая дружная семья. И таких, как Павел, здесь немало. Дружные, объединенные стенами общежития и всевозможными интересами, ребята создают атмосферу творчества и позитива. Очень активная молодежь. Некоторые даже вступили в молодежный парламент. Есть здесь и те, кто живет в соседних районах. Например, Наталья Зубкова из Авантеевки. Поступила в колледж на отделение ландшафтного дизайна. Учиться, признается девушка, ей очень нравится. А еще больше нравится близкое расположение жилья и соседи. Ребята здесь гостеприимные. Сразу приняли меня и все хорошо. И сразу советы разные поступили, и все делами занимаются. Мы сами организовываем все. У нас каждое мероприятие мы проводим сами. И каждый праздник всегда отмечаем. Хорошо оборудованная, чистая кухня, просторные комнаты, уют и комфорт. Наташа признается, порой совершенно забывая, что это общежитие. Своя комната, как в квартире, отдельная современная душевая комната. Что еще нужно студенту для счастья? Надо сказать, что комнаты в этом общежитии действительно очень комфортные. И у каждой свой цвет. Например, у этой зеленый. А еще здесь очень удобные мягкие кровати, большой шкаф, где поместятся все вещи. И, что главное, отдельная душевая, за которую не нужно бороться. Посмотрев комнаты, пройдя на кухню и пообщавшись с руководством и студентами, активисты молодой гвардии сделали выводы и рассказали, что подобная оценка студенческого быта продолжится. Конечно же, будет продолжаться данная акция. Дальше будем проверять тоже колледжи Щелковского района, общежития. Конечно же, не будем на этом останавливаться, на пройденном. Будем также проверять условия жилищные для студентов. А если говорить о конкретной оценке этого общежития Московского областного профессионального колледжа инноваций и технологий, то совершенно точно можно поставить зачет. Великим Иванович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова